Доброе утро! Доброе утро! Как ты готовишься? Ой, ну, молюсь всем богам. Хожу на занятия, пытаюсь в промежутках между концертами заниматься спортом, привести себя в более-менее достойный вид, чтобы люди не разочаровались, придя на концерт. Вокал подтягиваем, дописываем альбом, потому что вместе с туром, уже перед сам туром будет выпущен первый дебютный альбом. Какого числа? Уже у вас есть запланировано? Число еще не запланировали, но однозначно уже в туре можно будет его купить. То есть уже в твоем родном городе можно будет... Приобрести. Я знаю, что у тебя будут музыканты, это будет группа Юнити, это очень известный музыкант. Да, мне очень приятно, что они согласились на первом моем сольном концерте, мы с ними уже работали. И не знаю, какого они остались в мнении, впечатления обо мне, но я просто балдел на собственном концерте именно от их игры, от той атмосферы, которая исходила от каждого члена коллектива. Я знаю, что у тебя будет не просто выступление, у тебя там еще планируется шоу, да? Вот что-то там мне рассказали, это будет мимоверное. Ну, это шоу в плане световое шоу, телеэкраны, ну, я сам. Я сам тоже шоу. Так, чтобы это было какое-то представление, именно какие-то постановки, такого не будет. Хочется, чтобы все же мои тексты, песни, люди слушали, не отвлекаясь на, допустим, танцоров, на что-то. А именно уровень светового и, так скажем, оформления будет однозначно уровень европейского. Но ты не едешь в Белоруссию выступать, в этом списке нет. Дело в том, что его нет пока, этого концерта. Мы над этим работаем, сейчас ищем зал, договариваемся, и как только станет известная дата, ты не знаешь. Но я же понимаю, что тебе хочется поехать, в принципе, в свою родную страну, успеть, показать все, что ты хочешь. Почему-то, я не знаю, сколько уже было запланированных мероприятий, но почему-то они все срываются. И я так еще ни разу не съездил выступить в Белоруссию. Очень странно, как это получается. Но я думаю, что все же один концерт сольный допустим. Да, нужно. Я знаю, что ты снял свое второе видео, которое называется «К тебе». И буквально недавно ты сделал премьеру в центре Киева, и это был какой-то флешмоб. Расскажи для тех, кто не был там. Да, это, конечно, беспрецедентная акция. Обычно исполнители почему-то закрываются в ресторанах, клубах, и среди своих коллег и прессы презентуют свои работы. Я со своей командой решили целиком и полностью отойти от привычных презентаций. И мы же делаем свое творчество для народа, так надо в народ и выносить. И, конечно же, мы вышли в самый центр города, на Майдан, на самом огромном экране. Ровно в 6 часов под бой, так скажем, киевских курантов. Люди, которые были уже подготовлены и проинформированы о флешмобе, замерли на 20 секунд. Кто что не делал, кто пил, кто шел, кто сидел, просто замерли на 20 секунд. После этого с каждым первым встречным, кто попался, они обнимались. Это была такая очень добрая, теплая акция. Сразу же после этого я на этом большом экране появился и начал говорить о том, почему мы это делаем, что нужно оценить каждый миг и стремиться к тебе, к лучшему, к любимому человеку, к любимым занятиям, не терять ни минуты. И вот, и пошел клик. Давай смотреть. Давай пусть и у нас пойдет сразу. Давай. Это Евгений Литвинкович и его новое видео, которое называется «К тебе». ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!